Это кострец безостый. Он встречается на пойменных лугах и вообще на достаточно сырых лугах. Растение высокое, может достигать полутора метров в высоту. И обратите внимание на то, что он образует такую равномерную заросль. Что это означает? Это означает, что это длиннокорневичный злак. Вы видите, что он не образует никаких пучков побегов, которые выходили бы из каких-то близких точек, а равномерно занимает некоторую территорию. Его соцветия представляют собой довольно рыхлую метелку. И, как вы видите, здесь такие длинные цилиндрические колоски, сидящие на довольно длинных ножках. Еще мы можем заметить, что у него вегетативные побеги также имеют удлиненные междоузлия. Это не розеточные побеги. Еще один признак, по которому можно отличить кострец безостый, это его замкнутые влагалища. Это означает, что его влагалища срастаются более чем на две трети высоты, начиная от узла. И это очень хорошо на нем видно. Соцветие костреца безостого состоит из узких и длинных цилиндрических колосков, сидящих на длинных ножках. Такое соцветие называется обычно ажурная метелка. И вы можете увидеть здесь, что никакие ости, никакие длинные штуки не торчат из колосков. Собственно, он за это и получил свое название кострец безостый.